Трагический был случай для нас с Андреем. Я верю в тебя, ты приедешь победителем, я люблю тебя. Я понял, что просто получил очередной выстрел в сердце. Ты так закричал, что нас Ксюша испугаешь, что-то случилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 27 мая 2007 года. Канны. До закрытия всемирно известного кинофестиваля и церемонии награждения остается несколько минут. На знаменитой красной дорожке русский режиссер Андрей Звягинцев. Его фильм «Изгнание» в конкурсной программе. Международный Каннский кинофестиваль наравне с «Оскаром» считается одним из самых важных событий в мире кинематографа. В конкурсную программу попадает только лучший из лучших. Получить золотую пальмовую ветвь – все равно, что вписать свое имя в историю мирового кино. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Москва. В тот день, когда в Каннах подводятся итоги фестиваля, исполнитель главной роли в конкурсном фильме «Изгнание» Константин Лавроненко не отходит от телефона. Ждет новостей из КАМ. Несколько раз сам звонит режиссеру Андрею Звягинцеву. Я ему говорил, Костя, ничего неизвестно. Они молчат, от жюри никаких сигналов. Ноль. Зеро. Ничего. Ни на какие награды Лавроненко не рассчитывает. По регламенту кинофестиваля, если фильм берет пальмовую ветвь, организаторы обязаны известить призеров и доставить их на церемонию награждения из любой точки мира. Ему не звонили – значит, победит кто-то другой. КАМ. За пять лет до КАМ Константин Лавроненко поставил в себе окончательный диагноз – ничтожество и неудачник. Ему 42 года, денег нет, нормальной работы тоже. Жена и дочь живут впроголодь, донашивают старые вещи, подаренные знакомыми. Мне говорили, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты понимаешь, что у тебя семья, ты должен обеспечивать, а я что-то где-то... Подающий большие надежды актер, выпускник школы-студии МХАТ, вот уже шесть лет как ушел из театра. Ушел из профессии, как ему тогда казалось, навсегда. Занимался чем придется, чтобы прокормить семью, не брезговал никакой работой. Я и извозом занимался, и как какие-то там были... Был короткий момент. Развозил молочную продукцию, скажем, где-то на базе брали по каким-то магазинам. А потом Лавроненко повезло. Один из приятелей, управляющий театральным буфетом, предложил актеру стать его помощником. Константин с радостью согласился. Наконец-то приличная работа. Бог знает, что они принимали продукты, они таскали ящики в МХАТе у Татьяны Дорониной. И ему там было очень некомфортно. Он понимал, что это не его, но он это какое-то время, в общем-то, тащил, потому что это была единственная возможность как-то прокормиться нам, хоть что-то есть. Каждый день он преодолевал себя, вставал, одевался и шел в театр. Но не как любимец публики, творец, актер, а как обслуживающий персонал, буфетчик. Лавроненко с детства мечтал быть актером, играть. Уже в два года он пытался пародировать Аркадия Райкина, вызывая смех и одобрение всей семьи. Но за пределами родного дома на него смотрелись насмешкой. Куда такому в актеры? Ростом не вышел. В детстве я был маленького роста, и я помню два года, я, значит, ел морковку, прыгал, там все лето, там что-то занимался, там, ну, в общем, я вырос за одно лето на 10 или 12 сантиметров. Первой сценой для Кости стал театральный кружок при Доме культуры в Ростове-на-Дому. В то время руководила им мама друга его детства Сергея Жигунова, Галина Ивановна. Я очень хорошо его помню по самодеятельному театру. Он был, он был очень яркий. Он работал, от него дым шел на сцене. После армии Лавроненко решил, пора в Москву. Он мечтал учиться в школе-студии МХАТ. Лето 1981 года. Все идет в точности по Костиному плану. Он успешно сдает экзамен за экзаменом. Сомнений нет, его обязательно примут. Был зал, такой большой зал, мы сидели, такой амфитеатр, и я был сверху. И когда объявили, вот, значит, прошли те-то, а по акбалам не прошли, и называют меня. Все смотрели на меня страшными глазами, как же так. Я говорил, да все нормально, что все хорошо. Хотя внутри творилось страшно. Оказалось, что в этом году Министерство культуры выделило только 16 мест на актерский факультет. Лавроненко оказался в списке под номером 17. Я понимал все. Если я сейчас не поступлю, то, не знаю, что-то произойдет. Меня засесет провинция, что-то такое. Потом я не могу туда возвращаться. Потому что там все сказали, да куда ты едешь, и вообще-то не поступишь. И, естественно, я приеду, и все скажут, ну, а чего мы тебе говорили? Ну, что-то такое, вот, какое-то страшное. Я не хотел возвращаться, и я не знал, что делать вообще. Я не знал. Один из преподавателей посоветовал юноше добиться аудиенции в Министерстве культуры и попросить дополнительное место. Два дня Константин блуждал по министерским кабинетам, но его даже слушать никто не хотел. Наконец ему удалось поговорить с секретаршей. Она обещала передать его просьбу начальству. Я пришел в институт, на что мне сказали, иди сдавай документы. Оказалось так, что когда спросили ректора, есть ли такой человек, поступал, он сказал, да, вот, вы хотели, вы взяли его? Он сказал, да, вот он хороший, мы бы хотели взять, но вот у нас же такой лимит, больше нет места. Сказали, берите, сколько еще у вас? Еще четверо, и их берите. И взяли, благодаря вот моему путешествию в Министерство культуры СССР, еще взяли четверых или троих, которые вот благополучно тоже закончили. Но они до сих пор об этом не знают. Потом были первые роли. 1985 год. Фильм «Еще люблю, еще надеюсь» Николая Лырчикова. Это первая работа Константина Лавроненко в кино. Тогда ему многие завидовали. Еще студент, а уже интересная роль, приличный гонорар, да еще в партнерах мэтр. Евгений Евстигнеев. Ты что, скучаешь, бать? Квартиру какой-нибудь хочется. И у меня есть квартиру. Ну, так ты сдаешь? Только тихо, батья, тихо, я сниму на любых условиях. Только тихо. Товарищ, кто здесь ничего не сдает? Прошу разойтись. Это просто мой приятель. Наживно встретились. Ну, как ты, дядька? Стуалетий. Прекрасный старт. Только тогда никто не подозревал, что эта картина на долгие годы станет первой и последней фильмографией актера Лавроника. В кино его почему-то больше сниматься не звали. Не сложилось, потому что не было ролей. Да и потом, знаете, времена начались сложные. Перестройка, постперестроечные времена, 90-е годы, без картиньи. Я просто видел, как это тяжело Косте. Лавроненко оставался театр. Следующие несколько лет после окончания школы-студии МХАТ актер работал в ведущих театрах столицы. В современнике, а потом в сатириконе. Был любимчиком Константина Райкина, хорошо зарабатывал, мог содержать семью. У Кости получали очень много. Мы, когда пришли, он сказал, я хочу, чтобы у вас все, что связано со мной, было очень всегда успешно и позитивно. Он нам дал достаточно большие зарплаты для артистов. Мы получали очень многие 140-160 рублей. Но встреча с режиссером Владимиром Мирзоевым перевернула тихую, сытую жизнь. Лавроненко увлекается экспериментальным театром и покидает сатирикон. Всю мою юность по подвальчикам сидел народ и делал какие-то маленькие экспериментальные спектакли. Эти работы не имели финансирования, это все было на энтузиазме. Люди просто любили искусство и занимались им в меру сил. Это было искусство ради искусства, никаких худсоветов и цензуры, уход от системы Станиславского и поиски новых актерских истин. Репетировали в подвалах, там же давали представления. Зал на 20-30 человек, публика, родственники, друзья. Ни славы, ни популярности, ни денег. Вот собирается маленький зал, да, люди покупают билеты. Собственно, вот то, что они заплатили, это и есть наша зарплата. Но там получалось очень, конечно, скудно. Рублей, наверное, по 35 в месяц у нас выходило на нос. Но там на кефир с хлебом хватало. Семья Лавроненко оказывается на грани бедности. Порой в доме нечего есть. Жена в декрете не работает, сидит с дочкой, а муж с головой в театральной лаборатории. И счастлив как никогда, ведь он играет. Иногда мы все-таки с ним заговаривали о том, что вообще-то, конечно, как-то что-то надо делать. Со всем мы превращаемся в очень нищих людей. Ну, вы знаете, во-первых, никогда я не могла ему сказать, что вот извини, дорогой, давай зарабатывай деньги. Я просто знала, что он сам прекрасно все понимает. В жизни Лавроненко наступает критический момент, рубеж. Жить, как раньше, он не может, а новых путей не видит. Он больше не в состоянии смотреть на жену, донашивающую обноски, и дочку, которую он не может сводить в кафе и подарить красивую куклу. У него просто нет на это денег. Тогда он пишет себе письмо. Пишет все, что думает о себе, не стесняясь выражения. Когда я сел за стол и положил перед собой лист бумаги и написал, что вот ты там в 40 лет не состоялся, ты не способен на то, на то. Ну, что-то я так себе написал такие жесткие слова, чтобы просто не думать, так сказать, о себе, а читать. Вот проснулся, ты прочел, вот ты такой-то, и вот живи с этим. 27 мая 2007 года, Москва. Константин Лавруненко мечется по квартире. Новостей из Канн по-прежнему нет. Внезапно раздается телефонный звонок. Это Раисов имена, дистрибьютор фильма, которая в тот момент находилась на закрытии фестиваля. Она говорит, скорее всего, скорее всего, приз будет ваш. Я что? Я говорю, как, как, чего? И все, и выключу. Она сидела в зале. Я ходил по комнате, и человек, как, что значит, скорее всего. Она что-то не поняла. Такого быть не может. Вообще не может быть. В принципе, и... Потому что такого не может быть. Потому что не награждают, актеров наших никогда не награждали. За все 60 лет. Лишь однажды, в 1957 году, русский фильм сумел покорить неприступные Канны. В этом году сюда, на 11-й международный кинофестиваль, съехались кинематографисты многих стран. Татьяна Самойлова, исполнительница главной роли в фильме «Летят журавли», получившим высшую оценку «Золотую пальмовую ветку». С тех пор ни один российский фильм не получил высшую награду фестиваля. Октябрь 2001 года, Москва. Андрей Звягинцев, на тот момент никому неизвестный актер, решает попробовать себя в роли режиссера. Вместе с продюсером Дмитрием Лесневским он задумал картину «Возвращение». Сценарий уже готов, осталось найти актера на главную роль. Несколько вечеров Звягинцев проводит над актерскими портфолио, но нужное лицо все не находится. Внезапно в памяти всплывает спектакль, который он видел 10 лет назад. Это был ревизор в постановке авангардного режиссера Владимира Клименко. И там я как раз заметил Костю. Костю Лавроненко, он был еще молод, с такой длинной косой, черноволос, хорош собой и невероятно спокоен. Он был спокоен, уравновешен, достоверен до такой степени невероятной, что я был очень сильно впечатлен этим. Звягинцев внезапно понял, именно этот артист должен исполнить главную роль в «Возвращении». Но Андрей не знал ни его имени, ни фамилии. С огромным трудом ассистентам по актерам удалось разыскать Лавроненко. Их первая встреча, она же кинопроба, длилась больше часа. Минут сорок на пленке сидит Костя с таким вот характерным его морщинистым лбом, смотрит мимо камеры на меня и кивает головой. А за кадром голос мой, и я не задаю ему никаких вопросов, я просто рассказываю ему, о чем наш будет фильм. Минут сорок я говорю, говорю, он, ух ты, Даша, Даша. Я захотел сниматься в кино. Это что-то было, но это желание, оно даже меня пугало. Я не хотел его окончательно, знаете, только забрать в себя и жить с этим. Потому что я как-то так давал себе отчет, ну вот пройдет там, не знаю, месяц-два-три, мне позвонят, скажут в лучшем случае, скажут спасибо, но чего-то как-то вот не подошли. Кастинг на главную роль шел 9 месяцев. Это был мучительный период. Лавроненко заболел возвращением и боялся, что Звягинцев его не утвердит. А тот пробовал одного актера за другим и медлил с ответом. И потом Андрей сказал, ну ты понимаешь, я должен пройти весь путь. Я должен был пройти весь путь. Хотя, это его слова, он сказал, что для меня было очевидно, что ты будешь. Но я не мог в начале пути остановиться на тебе. Я должен был попробовать всех, всех, всех и вся, чтобы вернуться и сказать да, конечно. 42, 1, 1. Есть! Возвращение стало для Лавроненко возвращением в профессию. Фильм снимали все в лето под Санкт-Петербургом. Работали круглыми сутками на износ. Кладите ветки под колеса. Я сказал, под колеса, а не перед колесами. Это как? Ручками, ручками. Тот труд, который он прилагал к этой работе, меня поражал просто. К нему, я уже где-то даже говорил, к нему даже трудно было подойти на площадке. Так, просто подойти и сказать, Костя. Вот и все это чувствовали. Он все время был в каком-то таком коконе. Он всегда был готов к следующему эпизоду. Он готовился, очень выстраивал свою роль. Даже своей семье Лавроненко не рассказывал, о чем картина. Как будто боялся, если расскажет, как чувствует, а не сумеет выразить перед камерой, разочарует дочь и жену. И когда мы пошли смотреть фильм, я вот это, приготовилась к этому своему ощущению. Что же это будет? Вот что же это за вещь, которая так... увлекла его. И фильм на меня произвел очень сильное впечатление. Когда он закончился, совершенно не хотелось вставать, а хотелось все время смотреть и ждать, может быть, все-таки что-то там произойдет дальше, что-то изменится. Папа! 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 В 2003 году фильм «Возвращение» попадает в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Первый же показ фильма вызывает в зале настоящий фурор. Я смотрю, значит, все уже плачут. Какая-то такая атмосфера у вас странная. Вот Андрей как-то у него там слезы, ну, там, так сказать, дальше не... Но вот все остальные мужчины, я смотрю, слезы у всех текут. Какая-то волнительная, не объясню, потому что этого никто не ждал. Это так звучит, 15 минут аплодисментов. А вы представьте себе это время. Это выдержать? Ну, во-первых, конечно, поток счастья у тебя. Через тебя начинают идти какие-то такие энергии невероятные, благодарности. Я смотрю, Андрей, значит, остановился, и он говорит по телефону. И вдруг он садится на землю. Он стал перечислять, что нам, значит, дают приз Марчелла Мастрояния, это юному актеру. Его потом перезвонили и отменили, потому что очень много наград, значит, нам дали. И потом сказали, что мы не можем, потому что там и так уже скандал. Потом нам дают и Золотой Лев, значит, вот за лучший дебют. И говорит, это еще не все. Вот. И, значит, главное – Золотого Лева. Это был небывалый успех. Фильм «Возвращение» собрал рекордное число наград. Несмотря на прекрасную работу Лавруненко, «Возвращение» из Вегинцев, приступая к работе над следующей картиной «Изгнание», решил не снимать актера вновь. Он опять хотел работать только с неизвестным лицом. Но сценарий нового фильма был так хорош, что режиссер не удержался и предложил Константину просто прочитать его. Костя, ты прочти сценарий. Если ты хочешь, я ему сказал, если ты хочешь сердце себе надорвать от отчаяния, что ты читаешь потрясающий текст, в котором хотелось бы участвовать, но участвовать ты в нем не будешь, вот если ты хочешь такого себе испытания, то я тебе дам прочесть. Ну, просто как товарищу, другу. Вот почитал, я понял, что просто получил очередной выстрел в сердце. Спустя какое-то время Андрей сказал мне так, готов ли я пройти весь путь, вот проб и кастингов, вот как возвращение. Я говорю, да, а только так и можно. Мы должны что-то решить. Я не хочу говорить о предательстве, о чем-то таком. Я хочу все это забыть. Давай избавимся от него. Мы должны это сделать, слышишь меня? Есть ведь более важные вещи. Все будет хорошо, Андрей. Мы начнем сначала. Мы попробуем. Почему ты молчишь? Делай скорее то, что ты задумал. Я не могу больше ждать. Они попробовали и вновь нежданная радость. Фильм отобран в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Но это уже совсем было не похоже на Венецию. Строгий регламент, сдержанные аплодисменты на показе и даже разгромные статьи в газету. Они уже ни на что не рассчитывали. И выдержав предписанный регламентом три дня, покинули фестивальную столицу. Звягинцев на всякий случай уехал недалеко в Париж. Лавроненко домой в Москву. Им оставалось только ждать. 27 мая 2007 года. Канны. День подведения итогов фестиваля. Объявляют номинацию на лучшую мужскую роль. Но прозвучит ли имя никому неизвестного русского актера Лавроненко? И если это вдруг произойдет, выдержит ли он конкуренцию с голливудскими звездами Томми Элли Джонсом и Куртом Расселом? 2008 год. Пекин. Олимпийские игры. Буквально через несколько минут начнутся соревнования по прыжкам в высоту. В секторе российский спортсмен Андрей Сильнов. Для него сейчас на карту поставлено все. Спортивная карьера, а значит и будущее. Ведь Андрей не должен был ехать в Пекин. Еще несколько дней назад фамилии Сильнов в составе сборной России не было. Кто из наших прыгунов поедет в Пекин? Это решалось в Казани за месяц до открытия Олимпийских игр. По регламенту Легкоатлетической Федерации в сборную страны должны были попасть спортсмены, занявшие три призовых места на чемпионате России. Было несколько кандидатур, в том числе Андрей Сильнов, Воронин, Терешин, которые достаточно очень сильные спортсмены, которые могли бы претендовать на попадание на Олимпийские игры. Сильнов конкуренции не выдержал. Звон падающей планки преследовал его на протяжении всего чемпионата. В результате Андрей занял только четвертое место, а значит в состав сборной России не попал. Это трагический был случай для нас с Андреем, трагический случай. Боль, конечно, за то, что он не попадает на Олимпиаду. Вот именно боль такая, душевная боль и обида за него, что ли, что он так стремился, столько тренировался, столько сил затратил для того, чтобы выступать на Олимпиаде. И тут вдруг вот... Для Сильнова этот проигрыш тогда казался концом света. Он не понимал, как жить дальше. Но в него верила она. И это придавало силы. Когда он приехал с Казани, мы с ним посидели, поговорили обо всем, долго разговаривали и пришли к мысли о том, что все равно надо бороться в любом случае. Катя Лобышева. Они встретились два года назад. Я тянулся за ней. Она была бронзовый призер Олимпийских игр. Я, ну, как бы уступить я тоже не мог. Андрей хотел завоевать медаль на Олимпиаде и доказать Кате, что достоин ее внимания. После проигрыша в Казани его надежды рухнули. Через три дня Андрей должен был лететь на международные соревнования. Но он совсем упал духом. Тренер с трудом привел его в чувства и буквально заставил ехать в Лондон. Андрей вдруг понимает, что у него еще есть последний шанс. Чтобы попасть в Пекин, он должен победить в Лондоне. Нужно собрать все силы и показать, на что способен. И даже превзойти самого себя. 2008 год. Лондон. Планка установлена на высоте 2 метра 38 сантиметров. Такой результат в этом сезоне еще никто не показывал. Напряжение нарастает. Это чувствуют и сам Андрей, и болельщики на трибунах, и даже мама Сильнова. Она очень переживает за сына, но как его поддержать? Он в далеком Лондоне, она здесь, дома, смотрит трансляцию соревнований. Я сказал себе, что я могу, и могу это сделать, могу показать. Я знал, что я готов на этот результат, и просто-напросто могу это сделать. Давайте посмотрим, как Андрей Сильнов. Вот видите, он на 2.38. Первая попытка. И великолепный прыжок. Прыгнул лучший результат сезона в мире, 2 метра 38 сантиметров, на коммерческом старте в Лондоне. И вроде как тут у всех начал рождаться вполне естественный вопрос, собственно, почему лидер мирового или катетического сезона у нас не едет на Олимпийские игры. После этого прыжка началась настоящая борьба за включение Андрея в Олимпийскую сборную. Спорткомитет Московской области оспорил решение главного тренерского совета и потребовал заменить Серешина, представителя Москвы, на Сильнова. Москва уступать место в сборной не собиралась. Разрешить этот конфликт мог только Олимпийский комитет России. На заседании разгорелись споры. В результате волевое решение президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева позволило Андрею вскочить на подножку последнего вагона поезда, уходящего в Пекин. Сильнов попал все-таки на Олимпийские игры. Он рисковал, безусловно, многим рисковал репутацией. Он рисковал всем практически. Проиграя они и все собаки Российской Федерации спортивного значения обрушились бы на загорулька и в меньшей степени, естественно, на Сильнова. Андрей Сильнов родился в небольшом городке Шахты Ростовской области. Этот шахтерский городок прославился тем, что дал миру восемь олимпийских чемпионов. Андрей рос в малообеспеченной семье. Глядя на знаменитых земляков, он надеялся, что, посвятив себя спорту, сможет обеспечить достойную жизнь и себе, и своей семье, маме и брату Косте. Он мечтал, ни много ни мало, стать девятым олимпийским чемпионом из города Шахты. Он говорит, я все равно буду олимпическим чемпионом, но он хотел еще в Сиднее быть. Я говорю, Андрюш, ну до Сиднее тебе, по-моему, не дотянуть, а вот дальше там уже смотри, как уж Бог даст. С раннего детства Сильнов, несмотря на крепкую фамилию, много болел и, как говорили, был слабым ребенком. Поэтому, когда мальчику исполнилось пять лет, родители решили укрепить его здоровье с помощью спорта. Старший брат Андрея, Константин, в то время уже занимался легкой атлетикой. Однажды мы с мамой пришли на соревнования к нему посмотреть, и я из-за парапета с балкона выглядывал, да, не доставал еще. Вот, и глядя на него, как он бегает, как он прыгает, тренируется, мне стало на самом деле очень интересно. Я, у меня глаза загорели сразу, я как бы вот заинтересовался этим. Мне, говорю, мама, я хочу заниматься, хочу пойти в секцию легкой атлетики, хочу пойти прыгать, бегать так же, как и брат. Андрей начал тренироваться. Он не жалел сил, занимался так, как ему казалось, в детстве тренировался его кумир Валерий Брумель. Андрей восхищался им, он знал о каждой его победе. А теперь только один Брумель атакует этот космический рубеж. Есть новый мировой рекорд. Валерий Брумель имя легендарное. Он установил шесть мировых рекордов по прыжкам в высоту. Был серебряным призером Олимпийских игр в Риме, победителем Олимпиады в Токио. Валерию Брумелю были присуждены высшие награды мирового спорта, приз Хелмса и золотая каравелла Колумба. Но что действительно восхищало в этом человеке, его сила духа. В 1965 году Брумель попал в автокатастрофу. Врачи говорили, он не сможет даже ходить. Валерий перенес 29 операций и, вопреки всему, вернулся к тренировкам. И даже смог совершить прыжок на высоту 2 метра 7 сантиметров. Андрей Сильнов хотел быть похожим на своего клумира. Но ему далеко не все легко давалось. Тренировки изматывали, он очень уставал. И летом, когда начались каникулы, Андрей стал все чаще проводить время с друзьями. Купаться в реке, кататься на велосипеде, играть в футбол. Совсем скоро он и вовсе перестал ходить на тренировки. Ну что, помнишь, как ты их собирался бросить? Костя сказал, что дал мне подзатырник. Я сказал, иди занимайся. Ты потом поймешь, что это такое, что тебе это даст в жизни. После этого разговора с братом Андрей вновь приступил к упорным тренировкам. В 10 классе он сдал норматив кандидата в мастера спорта. В 2005 году выиграл первенство России среди молодежи. Вскоре молодого спортсмена заметил знаменитый тренер Евгений Загорулько. Увидел блондина, долговязого, в меру сильного, но безграмотного в прыжках. Однако Загорулько решил попробовать стренировать сильного, сразу предупредив, что пощады не будет. Придется заниматься по 8 часов в день. С тех пор Андрей буквально жил в спортивном зале. Так как нагружает, как я нагружаю, я думаю, никто не нагружает. И если человек раньше времени не убежал с этой дорожки, а выдержал этой нагрузки, то он уже будет победителем. 2006 год. Швеция. Чемпионат Европы. Это первые крупные международные соревнования для Андрея Сильнова. Здесь он сталкивается с очень серьезным соперником – Стефаном Хольмом, неоднократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Этот шведский спортсмен вот уже несколько лет был непререкаемым авторитетом в прыжках в высоту. Он выигрывал все престижные международные соревнования, оттеснив российских прыгунов с победного пьедестала. Это матерый, опытный и, я бы сказал, классический прыгун с уравновешенной психикой, с очень тонким чутьем прыжка. Потому что при таком росте и с 2001 года быть наверху, 7 лет наверху быть, это, вы меня извините, это надо быть талантом каким-то. Неожиданно для всех борьба за победу на чемпионате Европы разворачивается между знаменитым Стефаном Хольмом и никому неизвестным российским спортсменом Андреем Сильновым. Всегда на домашних соревнованиях спортсмены, представляющие ту страну, где проходит турнир, они настраиваются на это втройне. Вся Швеция, королевская семья ждали победы от Хольма. Это правда. Он был золотой мальчик, он должен был выиграть чемпионат Европы. И вот Андрей Сильнов. И высота 2 метра 36 сантиметров. Пока он по попыткам идет первый. Но надо, надо, ну надо. Андрей, давай, можешь. Уже! Стефан Хольм потерпел сокрушительное поражение на чемпионат Европы от Андрея Сильнова. Это было первое большое поражение Хольма. Это уже ему был звонок. Андрей там же также выиграл 2-36. Так в присутствии, наверное, тысяч 15-20 болельщиков шведских сидело. Там даже слезы были на глазах у многих, что их кумир проиграл. После поражения Стефан Хольм стал считать Андрея Сильнова своим главным соперником и жаждал реванша. Они несколько раз встречались на международных соревнованиях. Эта борьба напоминала знаменитые в истории спорта противостояние Валерия Бруммеля и Джона Томаса. Молодой спортсмен готовится к своим предстоящим встречам в Америке с мировым рекордсменом Томасом. В 60-е годы за борьбой Брумеля и Томаса следил буквально весь мир. Казалось, победа того или иного спортсмена определяет победу одной из политических систем. Победу СССР или США. Есть новый мировой рекорд. В 60 лет американцы бежали первенство в этом виде спорта. А теперь четвертый раз подряд их побеждают советские прыгуны. Томасом тоже был тем, кто показывал результат, но Валерий не дал ему никаких шансов просто-напросто. Поэтому был человеком, который действительно доказал, что он может это сделать и может показать, что наша страна в тот момент была сильнейшей в этом виде. На самом деле с Хольмом тоже идет такая негласная конкуренция, в которой проигрывать для себя будет даже немножко обидно. После победы на чемпионате Европы об Андрею Сильнове заговорили как о возможном лидере в прыжках в высоту, который пришел на смену непобедимому Стефану Хольму. Подтвердить свое лидерство Андрею Сильнову предстояло на чемпионате мира в Осаке в 2007 году. Андрей Сильнов. Третья попытка и неудача. Ох, яй-яй-яй. Сильнов терпит сокрушительное поражение. Занимает лишь 11 место и не оправдывает надежд главного тренерского совета. Ну да, был у него успех на чемпионате Европы. Потом был провал на чемпионате мира в Осаке. Ну провал был опять же из-за того, что он просто подпростыл немножко. Ну и думали, эра и финита этого Сильнова закончилась. Многие, очень многие, включая и Андрея, и его тренера, опасались повторения в Пекине ситуации, которая произошла на чемпионате мира в Осаке. Главные соперники Хольм и Сильнов вновь должны были сойтись на пекинской арене. 2008 год. Пекин. Планка установлена на высоте 2 метра 36 сантиметров. Чтобы выиграть, нужно взять эту высоту с первой попытки. Андрей готовится к прыжку. Возможно, к главному прыжку в своей жизни. Он понимает, сейчас решается судьба олимпийского золота. От этого прыжка зависит все. Его спортивная карьера, судьба тренера, честь страны. У Сильнова хватило мастерства, силы духа, для того, чтобы выдержать этот колоссальный пресс. Плюс ко всему, зная, что от тебя ждут как минимум медали, потому что вроде бы де-факто ты на Олимпиаде оказаться не можешь, ты должен реализовывать себя на 300%. Хольм не сводит глаз Сильнова. Он буквально сверлит его глазами. Я ей показал, говорю, не получится, дружок, ничего я тебе не буду. 27 мая 2007 года, Москва. В квартире Константина Лавруненко вдруг опять раздается звонок. Это вновь Раиса Фомина из КАМ. Я знал, что сейчас она извините, перезвонит и извините. Но потом перезвонил и сказал, что Андрей на сцене, получает вашу награду. Для меня это была полная неожиданность. И на сцене я вдруг понял, что я могу сказать. Только то, что Костя это заслужил. Я говорю, Костя, ну я естественно по-русски говорил, я говорю, Костя, ты это заслужил. Золотая пальмовая ветвь за лучшую мужскую роль. Это было настоящей сенсацией. В один миг Лавруненко вошел в историю мирового кинематографа и приобрел мировую известность. Ведь еще пять лет назад об актере Лавруненко не знал никто, даже на родине, в России. Он забил голову. Он забил голову. Лично он забил голову. Есть справедливость в том, что так случилось с ним. Потому что он своей, так сказать, жизнью... Вот он ушел из театра. Он не пошел в какие-то, так сказать, сомнительные антрепризы, куда можно было бы пойти. Он тяжелым физическим трудом зарабатывал на хлеб себе и своей семье. Он был грузчиком. Он был еще кем-то, не пойми кем. Но он не шел против себя. Он не разменивал, так сказать, то, что у него внутри, на пятаки. Свою золотую пальмовую ветвь Лавруненко получил из рук Андрея Звягинсова. С тех пор Лавруненко желает видеть на съемочных площадках всего мира и в Голливуде. Костя, который не хотел сниматься у Спилберга в «Ондиане Джонси» в четвертом. Сейчас начну рассказывать вещи, которые, наверное, не надо говорить. Костя, который не стал сниматься в «Миссии невыполнимо-3» уехал сниматься в ликвидации. Я помню, как я его к Спилбергу заставлял пробоваться. Я только по потолку не бегал. Он говорит, ну я не хочу. Почему? Почему? Кого я победил? Самого себя. Самого себя, конечно. Победил и доказал самому себе. Это в первую очередь. Сильнов разбегается. Есть! Да! Он чемпион! Андрей Сильнов – олимпийский чемпион. Мы показываем и доказываем, что мы сильная держава, и которую на самом деле не очень просто сломить. Когда мы что-то захотим сделать, у нас, как говорится, да, очень долго достают, достают, но когда достанут, да, мы можем сделать так, что все просто-напросто сдадутся. Сильный, наверное, в роду у него были какие-то богатыри, у нас родословные мало кто знает. И он обладает сумасшедшей силой. И если эту силу развивать в правильном направлении, то я думаю, что в ближайшие два года мы можем побить мировой рекорд Сатамайора, кубинца. Мировой рекорд на сегодняшний день равняется 2 метрам 45 сантиметров. А это под силу Андрея. Ну, у меня еще впереди мировые рекорды, так что я думаю, что стоит упереться и бороться нужно, как всегда. Спасибо. Спасибо.